Черника – королева северных широт. Она включает около ста видов различных черничных кустарников и деревьев. Ареал ее распространения очень широк, она растет в лесотундре, тайге, хвойных лесах и сфагновых болотах Европы и Азии, в горах Кавказа. Черника обыкновенная или мертолистная, является самым распространенным видом этого рода. Самой крупной разновидностью черники является дерево, растущее в горах Кавказа, черника кавказская. Это деревце может достигать до трех метров в высоту, а его плоды не имеют таких красящих свойств, как ягоды черники обыкновенной. О пользе черники известна с незапамятных времен. История использования черники на Руси берет свое начало еще со времен язычества. Она всегда была почитаемым целебным средством шаманов и знахарей. Они наделяли ее чудодейственными свойствами, исходя из своего многолетнего опыта. Ценность этих лесных ягод заключается в их уникальном составе. Плоды черничных кустов содержат дубильные вещества, органические кислоты, моно- и полисахариды, жирные кислоты, витамины и витаминоподобные вещества. Калорийность черники невелика, в 100 граммах ягод содержится 44 килокалории. Невысокое содержание калорий в ягодах дает возможность включать ее рацион при различных диетах. Ягоды черники обладают гипогликемическим эффектом, что позволяет употреблять ягоды при сахарном диабете и включать их в различные противодиабетические сборы. Обладающая отменным вкусом и многочисленными полезными свойствами черника нашла широкое применение. Черника используется в традиционной европейской и русской медицине, фармакологии и косметической промышленности. А благодаря отменным вкусовым качествам применяется в кулинарии при приготовлении десертов, соусов, джемов и мармелада. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это поистине уникальное растение, обладающее многими полезными свойствами. Лечебный потенциал черники раскрыт не полностью, что означает, что в ближайшем будущем нас ждут новые открытия и удивительные факты об этой ягоде.